Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. В этой серии сериала Егда звонит Ташкину и сообщает, что принял его предложение. Ташкин говорит Егде не привлекать полицию и не ставить ему ловушку, что, если Егда будет играть в какие-либо игры, его жена и дочь будут убиты. Егда говорит, что согласен с тем, что сказал Ташкин, и если он скажет ему место и время встречи, то пойдет туда. Тогда к Хире приходит человек Ташкина и говорит, что он должен их забрать. Когда Хира спрашивает, куда они идут, парень говорит, что твой муж так тебя любит, что придет спасти тебя. Хира смотрит на свою дочь и говорит, я верила, что твой отец нас спасет. Ташкин и его люди отводят Хиру и ее дочь к месту встречи и ждут прибытия Егды. Через некоторое время подъезжает машина Егды, и окно машины открывается, и изнутри машины он говорит Ташкину, что у меня есть одно условие. Голос из машины просит Хиру и Сахру подойти поближе к моей машине. Ташкин отпускает Хиру к машине. Когда Хира оказывается между двумя машинами, Ташкин приказывает Хире остановиться. Когда Хира останавливается, Сахра бежит от руки Хиры к машине, а когда дверь машины открывается, Сахра с удивлением обнаруживает, что ее отца нет в машине. В машине был не Егда, а Архун. После того, как Сахра сообщает, что ее отца больше нет, начинается стрельба. Прежде чем прийти Архун, он расставил своих людей вокруг. Архун немедленно вышел из машины и отвел Сахру в укрытие. Архун ранит Ташкина, и Ташкин берет Хиру в заложницы. Архун прекращает стрельбу, чтобы не ранить Хиру. Ташкин говорит, не делайте этого с Архуном, Димирханлы, это дело так не закончится, и уводит Хиру. Архун приводит Сахру в особняк и приказывает искупать и накормить ее. Когда Сахра не хочет покидать Архун и хватает его костюм, Архун говорит ей не бояться и что он будет рядом с Сахрой. Тогда Егда звонит Архуну и спрашивает, закончена ли работа. Архун сообщает Егде, что он взял Сахру, но Хира осталась в руках Ташкина. Когда Егда спрашивает, почему ты не смог заполучить Хиру, Архун сердито кричит, что это твоя вина, я не смог заполучить ее из-за тебя. Оказывается, когда Архун строил планы по спасению Хиры и ждал прихода Егды, Егда сказал, что не сможет прийти. Архун злится на Егду и обвиняет его в трусости и эгоизме. Егда говорит Архуну, что он не может дать имеющиеся у него доказательства и что у него нет выбора. Архун рассказывает Егде, как может человек не дать в руки три или четыре картинки, когда его семья в опасности, а человек, который ищет решение, найдет решение для своей семьи, даже если он находится на семь этажей под землей. Когда Егда отказывается передать доказательства, несмотря на слова Архуна, Архун говорит ему, что вместо этого он спасет Хиру и ее дочь. Архун рассказывает Егде о своем плане, Архун говорит Егде, что позвонит Ташкину и пригласит его навстречу, а вместо Егды пойдет сам Архун. Ташкин спрашивает Хиру, кто твой муж. Хира спрашивает, что он имел в виду, Ташкин должен был прийти в Егда, чтобы спасти тебя, но пришел Архун, спрашивает, почему. Хира говорит, что ничего не знает. Ташкин говорит Хире, что из-за тебя Архун хотел удвоить долг Егды, из-за тебя он хотел воевать со мной и напал на мои склады, как ты можешь понять, что Архун заменил сегодня Егду. Он говорит. Ташкин пытается оскорбить Хиру, обвиняя его в бесчестии, говоря, что он знает о вашем давнем романе с Архуном. Хира удивляется его словам и дает Ташкину пощечину. Не забудьте посмотреть наши вечерние видеоролики, чтобы познакомиться с продолжением сериала. Не забудьте поделиться с нами, что вы думаете об этом в комментариях. Берегите себя и увидимся в следующих видео.